Всем привет! Сегодня хочу поделиться вам приготовлением свинины, как это обычно я делаю, приходя с работы. У меня в холодильнике всегда найдется распорционированное мясо, как свинина, так и говядина. Это свиная шея, я ее нарезаю примерно на стейки между 220-250 грамм, в пищевую пленку и в морозилку. А также у меня всегда в морозилке имеется соус демиглас. Как он готовится, есть у меня на канале. В этом случае я просто отрезаю сколько мне нужно и оставляю размораживаться на ночь в холодильнике. Вечером, когда я перехожу, стек у меня уже разморозился, соус разморозился и мне не остается ничего другого, как просто приготовить его. Мясо обсушиваю. Да, тоньше резать свиной стек я не рекомендую, иначе он просто будет у вас сухой. Вот эта часть, которую я обычно покупаю, это шея. У нее хорошая жировая прослойка и поэтому она не будет сухой. Мясо я просто присаливаю и оставляю минут на 15. Затем я его буду обжаривать. С обеих сторон на сковороде. А далее стейк у меня отправится в духовку, чтобы дойти до кондиции. Сковородка для эгоиста уже разогрелась. Она у меня чугунная. Просто в семье моей не очень мясо едет, кроме меня. Поэтому у меня есть такая маленькая сковородочка. И обжариваю коротенько до румяной корочки с обеих сторон. Пока мясо обжаривается, я уже подготовил для себя пару картофелин, лепешку, немного черных лисичек. Их я добавлю в соус, в росмарин, чесночок. Скажу вам так, когда рука набита, это все делается довольно очень быстро. Чтобы жир не брызгал во все стороны, я применяю вот такой вот сито. У меня есть для большой сковороды и для маленькой. Чем такое сито хорошо, в отличие от крышки, что при обжарке мясо просто не запаривается, оно жарится. Следующее мое действие. Мясо из сковороды переместил на алюминиевую фольгу. Вставил щуп, росмарин, чеснок. Жир слил. Остатки жира собрал при помощи бумажной салфетки. Налил немного вина Мадейра, чтобы у меня вся вкусная прижарка просто отошла. Добавил соус Демиглас и добавил черные лисички. Да, я добавил немного грибной воды, то есть та вода, где находились грибы, так как они были сушеные. Соус отправляю на плиту, даю соусу закипеть, а этим временем я выставляю температуру на термометре. Для свинины я возьму 62 градуса. Наружная температура 170, вверх-вниз. Мясо готово. Отключаемся. Ну и сделаем подачу. Так, картофель на 3 часа. В качестве овощей у меня совойская капуста. Как готовится совойская капуста, есть у меня на канале. Ссылку я вам оставлю. Так, она у нас пойдет на 11 часов. Так, немного соуса в тарелку. Сверху стейк. Так, ботанику убираем, она уже нам не нужна. Теперь можно немного поперчить. Я не перчу никогда до жарки, потому что перец на сковороде при такой высокой температуре будет гореть. Ну и теперь грибочки с соусом сверху. На картофель ни сливочного масла, ни оливков я не добавляю, потому что у меня достаточное количество соуса. Мне это просто не нужно. Ну вот, друзья, и все. Если вам это видео было полезным, пишите ваши комментарии. Если не полезным, пишите ваши комментарии. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Желаю себе приятного аппетита. И вам также, если вы приготовите. И до новых видео.